Это небольшое здание справа от высотки называется Центр информационных технологий, сокращенно ЦИД. В нем сейчас располагается Высшая школа журналистики и медиакоммуникаций Казанского федерального университета. Но так было не всегда. Раньше на месте ЦИД состоял типографский домик, где располагалось первое издательство университета. Его снесли, а на новом месте возвели нынешнее здание. Но тогда оно было построено еще для медицинского факультета Казанского университета. Так называемой университетской клиники, где лечились студенты и преподаватели. В старой клинике однажды лежал и Лев Толстой. С этим фактом связано много баек. Одна из них гласит, что писатель в нем зародился именно здесь. В клинике ему было скучно, поэтому он практически все свободное время делал заметки в своем блокноте. На первом этаже располагались палаты, на втором – учебные лаборатории. В том числе огромная аудитория в виде амфитеатра для показательных операций. Сейчас на ее месте располагается шоурум. Амфитеатр в нем теперь смотрит в другую сторону. В стенах ЦИД работали выдающиеся специалисты. К примеру, один из основоположников нейрохирургии Ливерий Даркшевич, профессор Амароков, выдающийся хирург Владимир Шубин и доктор медицинских наук Залман Малкин. Иногда эту клинику называли Малкинской клиникой. То есть вот существует несколько названий. Старая клиника, Малкинская клиника, а сейчас закрепилось название ЦИД – Центр информационных технологий. Хотя это появилось с 1985-1906 годов, где-то так, когда сюда въехал научно-исследовательский институт математики и механики. И здесь начали развивать первый, кстати, в Казани, в Татарстане интернет. Сейчас Центр информационных технологий является вещательным стержнем университета. Помимо высшей школы журналистики и медиакоммуникации, университетской типографии на цокольном этаже и Департамента информатизации и связи, в здании расположены Центр медиакоммуникаций и телеканал «Юниверт ТВ». Это, кстати, первый и на сегодняшний день единственный студенческий телеканал с круглосуточным вещанием в формате Full HD в эфирно-цифровом пакете города Казани, в кабельных сетях по Республике Татарстан, а также через IPTV приставки по всей России и в сети интернет. Хотя многое в этом здании не изменилось, есть и те вещи, которые до наших дней не сохранились. К ним можно отнести, к примеру, лифт. Он располагался в нише, которую сейчас огибает лестница. Не сохранились и палаты. Сейчас все помещения переоборудованы под учебные аудитории и студии. Помимо этого, по некоторым данным, раньше на третьем этаже существовала небольшая церковь. Куполов у нее, естественно, не было. Она представляла из себя небольшое помещение-храм. Может быть, это какая-то старообрядческая небольшая церковка была. То есть вот такие слухи ходят. То есть старообрядческие церкви были запрещены фактически у нас. И вполне возможно, кто-то из богатых меценатов одну из комнат попросил выделить под такую церковку. Поэтому и не сохранилось о ней никаких документальных доказательств. Потому что это держали в секрете. Вообще, надо сказать, что для нынешних студентов основой старта обучения в Казанском федеральном университете становится историческая составляющая. Первокурсникам в первые дни проводят экскурсию по корпусу. И рассказывают не только о расположении аудитории и событиях, которые когда-то происходили в стенах здания, но и передают юным студентам местные легенды и байки. Я сам ночами здесь не остаюсь, поскольку Казанский университет имеет определенный регламент работы. И на ночь нас отсюда выгоняют. Но, может быть, потому и выгоняют, чтобы мы не пугали эти привидения, которые охраняют наше здание, кстати. А если их отсюда выжить, то вполне возможно, что здание не устоит. Мы решили проверить, есть ли призраки в ЦИТе на самом деле. Сейчас здание университета закрыто, здесь находимся только мы и охранник. Мы спустились на цокольный этаж, поскольку здесь, по легенде, якобы был морг, и, соответственно, призраки должны жить здесь. Хотя я сильно сомневаюсь, что мы что-то найдем, потому что морг на самом деле располагался в церкви по соседству. Вот, как видите, здесь пусто, и, кажется, здесь все же никого нет. Но надо признать, что все эти легенды о призраках создают особый шарм и особую атмосферу в студенческой жизни. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, флорит за хит-оглы. Университет.